Казахстанское нововведение позволило вывести полную сумму накоплений пенсионерам по выслуге лет. Эти деньги казахстанцы, уже вышедшие на заслуженный отдых, могут использовать на определенные нужды и цели. Расскажем, как это работает, как и сколько можно потратить. Итак, для начала давайте разберемся, кто такие пенсионеры по выслуге лет. К ним относятся военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственная фельдъегерская служба, а также иные лица, имеющие выслугу лет на воинской службе не менее 25 лет и достигшие установленного законодательством предельного возраста при увольнении со службы. То есть все те, кто выходит на заслуженный отдых раньше пенсионного возраста. Досрочно изъятые пенсионные накопления можно будет использовать на улучшение жилищных условий и или для оплаты лечения. Все пенсионеры по выслуге лет могут обратиться через установленную государством единую интернет-платформу за единовременными пенсионными выплатами. Деньги могут быть переведены в любой банк второго уровня для использования накопленных средств на улучшение жилищных условий. Важное замечание. Если пенсионные средства казахстанец хочет использовать на оплату лечения, то обращаться надо через интернет-платформу только главного банка страны по жилищным сбережениям. Но прежде чем подать заявку на изъятие своих пенсионных накоплений, необходимо уточнить наличие и сумму накоплений в едином накопительном пенсионном фонде. Почему государство разрешило снять сбережения с ЕНПФ именно сотрудникам силовых структур? Все дело в том, что они были переведены на полное государственное пенсионное обеспечение. При этом 50% накоплений, имевшихся на их счетах в ЕНПФ, бывшие военнослужащие перечислили в госбюджет. Сейчас они получают свою пенсию по выслуге лет из бюджета, а то, что осталось на пенсионном счете, смогут использовать на определенные нужды. Цель использования пенсионных накоплений, которую предоставляет государство, полное или частичное погашение действующей ипотеки, полный выкуп недвижимости, внесение первоначального взноса для оформления займа для покупки квартиры или строительства дома, включая приобретение земельного участка, погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа, пополнение депозита в жилищном банке, налечение. Важно помнить, что на использование пенсионных денег на улучшение жилищных условий отводится определенный срок – 20 рабочих дней, а на использование пенсионных денег для оплаты лечения – 45 рабочих дней. Если заявители не используют пенсионные излишки за указанный срок, то деньги вернутся в ЕНПФ. Кто еще может снять деньги с пенсионного счета на лечение или решение жилищных вопросов? Работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, но они смогут использовать часть суммы, превышающий порог минимальной достаточности, которая, начиная с этого года, значительно выросла. Состоявшиеся пенсионеры, пенсия которых составляет не менее 40% от размера утраченного дохода, то есть ранее получаемой заработной платы, они смогут использовать до 50% оставшиеся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений, а также граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы. Использовать свои накопления казахстанцы могут неограниченное число раз, но в пределах суммы пенсионных накоплений, доступной для изъятия. Использовать их можно для покупки жилья, лечения или для перевода управляющим компаниям. Казахстанцы могут передавать таким компаниям до 50% своих пенсионных накоплений за счет обязательных видов взносов без учета порога достаточности. Накопление из добровольных пенсионных взносов можно передать полностью. В 2023 году для казахстанцев в возрасте от 20 до 40 лет порог достаточности варьируется от 3 миллионов 200 тысяч до чуть больше 6 миллионов тенге. В возрасте от 40 до 62 лет порог достаточности должен составлять от 6 миллионов 100 тысяч до почти 10 миллионов тенге соответственно. Информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для единовременных пенсионных выплат, а также их передачи в доверительное управление инвестиционной компании, можно получить несколькими способами. Через личный кабинет на сайте ЕНПФ, через веб-портал yegov.kz и мобильное приложение Yegov Mobile. Все изменения, которые коснулись пенсионеров по выслуге лет, связаны с нововведениями социального кодекса. Повышение пособий и расширение доступа к досрочному использованию пенсионных накоплений были прямыми поручениями президента Касымжа Марта Токаева. Редактор субтитров А.Семкин